всем привет ребята сегодня очередное видео о ремонте трещин лобового стекла хочу показать вам ремонт стекла которая треснула очень давно более пяти лет назад то есть залип залип он был тут такой нормальненький трещина прошлась по всему стеклу сейчас перейдем вот эта трещина идет во все стороны так сейчас я покажу вам ремкомплект который я заказал на алиэкспресс ремкомплект для ремонта стекол уже на одной машине я им пользовался все получилось теперь давайте проверим получится ли на автомобиле у которого трещина произошла уже давным-давно так сейчас покажу еще раз полностью из чего состоит комплект для ремонта трещин ну что смотрим здесь у нас инструкция по эксплуатации 3 3 4 5 вот таких пленочек пластиковые зачем они нужны я расскажу чуть позже инструкция английский китайский язык здесь все понятно русскому человеку прочитать можно хоть на китайском хоть на русском то есть и так оказывается чувак берешь тюбик заливаешь трещину сверху заклеиваешь пленочкой спустя какое-то время 35 ну неважно снимаешь эту пленочку и будет тебе счастье снимаешь пленочку вот этим лезвием лезвие очень острая завернута была вот в такую бумажку так ну и сам любит сам есть открытый сразу предупрежу сразу предупрежу что после того как вы его откроете у вас будет вот такая штучка ломайте ее в бок ну то есть вот так и будьте готовы что на вас выльется клей у меня в первом тюбике то есть облился этим не клеем полимерным составом ну что двигаемся дальше что надо понимать во время процедуры восстановления стекла первое я стекло хорошо протер дал подсохнуть то есть очистителем стекла очистил то есть главная задача при ремонте стекла чтобы нам не чтобы не было видно трещин нам надо умудриться залить этот состав вовнутрь вовнутрь трещины только то есть после только после этого она исчезнет да и вот эту пленочку что у нас мы берем ножницы есть ножницы сейчас я это все сделаю берем ножницы и нарезаем по размеру трещины нарезаем по размеру трещины лишку не имеет смысла накладывать потому что фишка этого состава в чем пока он находится на свежем воздухе он текуч но как только его накрываешь пленкой буквально через три минуты стоит колом и потом когда пленочка снимется если бы налепить большой кусок то придется потом срезать вот этой бритвочкой слишком большую площадь вот этого клея засухшего на стекле и так во время заливки надо попытаться еще что слегка расширить трещину то есть это легкими движениями изнутри попробовать понадавливать на стекло конечно это лучше делать вдвоем ну так как один буду делать один ничего страшного стекло как бы все равно готовится под замену но хотелось бы испытать насколько вот эта древняя древняя щель трещина насколько она уже забилась за эти годы мусором или все-таки есть еще надежда что мы зальем и все будет хорошо ну что меньше слов больше дел поехали начнем с этой стороны вот с этого кусочка очень сильно все отражается вот отсюда мы начнем и пойдем потихонечку вниз и посмотрим что у нас из этого будет получаться так ну и одновременно сразу нарезаю нарезаю эту пленку грубо говоря на три части можно на 4 я сделаю 3 и начну проливку не так вообще рекомендуется делать это в темном месте сухом но водолеет солнечных лучей но в нашем случае мы будем делать это все ну что вот небольшими движениями потихонечку пытаемся сильно на тюбик давить не надо потихонечку пытаемся затолкать этот полимерный состав вовнутрь вот так он выглядит посмотрите как отражается трещина где его нет и где он есть уже ее не так видно будет очень интересно если я ее умудрюсь на тюбик давить не надо идем потихоньку сверху вниз попробую нажать изнутри даст ли это какой-нибудь результат вот она трещина результат есть конечно ну вот да начинает затекать но единственное с краю вот я чуть чуть сильнее даванул она двинулась немножко вперед ну а в целом видите сами да в отражении так как получше снять вот где лак а где где трещина все она зашла я даже отсюда вижу клей зашел клей зашел в стекло и отблеск исчез так сейчас прогоняем до конца вот этот кусочек и накладываем как говорится швы сегодня хорошая солнечная погода в карелии у нас 8 марта ой марта мая 2 часа дня завтра день победы день победы не знаю парада естественно не будет да очень хорошо смотрите я так понял чем шире трещина тем лучше туда лучше туда попадает вот этот состав ссылку я оставлю в описании все прекрасно идет вообще здорово здорово так ну что ну что ребята побольше побольше намажу подальше пока это туда все проникнет как раз сейчас давану изнутри как бы обзору не мешает вот эта трещина езжу уже с ней почти год как бы все нормально но стекло менять хотелось бы но пока нет проблем буду кататься с этим будут проблемы поменяю как бы стекло как бы стекло стоит неплохое вот видим потекло да и вот клей этот не будет сохнуть на открытом воздухе сейчас увидите как все изменится когда мы его прикроем так посмотрим так сейчас вообще поближе понесу вот так продавить продавлю не лопнуло бы еще так отлично ребята пока все отлично видно видно что стекло ходит в одно место вот здесь что то не попало так все вниз смотрите отражение нету сейчас мы сейчас мы уберем наклеим пленку и подождем так ну что можно наверно клеить целом все не так и плохо все не так и плохо все не так и плохо вот тут конечно да вертикальные трещины намного легче замазываются чем горизонта быстрее проникает туда клей так и вот смотрите одну я наложил вот так это выглядит у меня на машине все главное вместе вместе трещины чтоб не было желательно воздуха для этого и шпатель этот так бритва это острая ей можно разогнать сейчас я накладываю везде где я проходил и пусть он лежит там вялиться вялиться так здесь я положил снизу сейчас пойду нарежу еще и еще положу так клей кстати этот полимер совсем недорогой стоит там сто с чем-то рублей так что думаю для испытаний и проб это будет кто хочет потренироваться в мастерстве ремонта стекол это наверное неплохой вариант так 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 вот так вот так вот он уже схватился вот он уже схватился вот он уже схватился так что ну что дадим время постоять выдержал я 20 минут ну что давайте снимать и посмотрим что из этого получилось беру вот эту бритвочку которая находится в комплекте и начинаю снимать вот эту пленку клей заметьте присох вот он присох уже крепко вот срезаем срезаем вот так то есть это получается такой своеобразный жидкий пластик какой-то жидкий пластик ну что зачищаем клей и смотрим что у нас что у нас получилось да присох он конкретно очень быстро ах чуть чуть было не было так ну что почти все стер смотрите ребята трещины вообще не видно не знаю как это будет выглядеть через камеру но визуально она смотрите визуально ее нету то есть все-таки средство работает средство работает конечно есть чуть-чуть отражается блик такой что ну камера может быть и передает намного лучше но глазом ну ввиду того что я то знаю где она была глазом ее вот посмотрите видите глазом ее не видно ну так еле 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 если знаю что увидишь так что получается что народное китайское средство работает со своими недорогими технологиями далее я сейчас займусь обработкой вот здесь у меня уже высохла сейчас я сниму вот можете наглядно увидеть да не знаю видно нет вот идет трещина шла она вот до сюда вот видим здесь она есть здесь я не заливал ничего а там ее нету вот 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 я скребу ее здесь нет потому что она исчезла офигеть вообще нарядно смотрите нету ни под каким углом хотя когда я давил пальцем она еще пошла выше вот она идет 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 и все кончилось нет так что так вот такое чудо действенное средство ребята ссылка внизу под описанием на этот лак клей или как его там пробуйте не стесняйтесь стоят копейки потренируйтесь даже если ничего не получится ничего в этом страшного нет ну и что всех с наступающим днем победы удачи счастья здоровья успехов во всех ваших делах всем пока и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч по 3 до новых встреч